Сейчас в конфиге установлено watch-through. Но однако в реальной жизни нам нужно как минимум два способа запустить веб-пэк. Первый для разработки – watch-through, и он будет висеть и ждать изменений и авто пересобирать. А второй вариант для продакшена, когда веб-пэк должен просто отработать и просто дать сборку. Традиционный способ переключаться между development и production с запусками системы сборки – это переменное окружение. В Node.js традиционно используется node-env – вот такое переменное окружение. Я положу ее в константу, и если вдруг ее нет, то будем считать, что это development. Соответственно, watch – я просто укажу – node-env равно development, то есть только включаем при разработке. И dev-tool – тоже, если это development, то вот так. А иначе, ну, не факт, что мы захотим на production выкладывать сорс-мэпы наши. Давайте их вообще отключим. Уже чуть ближе к реальности, но далеко не все. Заметим, что информация о том, в каком окружении происходит работа JavaScript, важна не только при сборке, но и внутри самих скриптов. То есть наш проект, наш модуль home, наш модуль welcome могут содержать какие-то свои отладочные средства, которые только в development включаются и помогают нам отлаживать. Ну, скажем, вот console.log, да, или что-то еще более мощное, уже зависит от проекта. Соответственно, мы хотим, чтобы в dev-режиме это присутствовало в сборке, а в prod-режиме это не нужно. Как этого добиться? Очень просто. Есть как минимум два хороших способа. Первый способ заключается в использовании плагина, который называется environment plugin. Для этого я добавлю plugins, массив. И для подключения плагина мне понадобится сам webpack. Я делаю npm install webpack. Обратим внимание, что сейчас именно локально ставится webpack. До этого я оставил его глобально, так как нужна была утилита, просто чтобы запускалась команда. А сейчас я ставлю локально, поскольку собираюсь импортировать модуль из webpack. Constwebpack равно и requirem его. В webpack есть достаточно много плагинов. Их список можно посмотреть в документации. Вот если здесь искать. Plugins, то list of plugins. Вот. Большинство находится здесь. Но в данном случае environment plugin тут нету. Ну, зайдем в сердцы. И здесь в директории lib можно обнаружить большое количество плагинов. Видите, раз плагин, два плагин, три плагин и так далее. Ряд плагинов для внутреннего использования, но многие из них пригодятся и нам. В частности, нам нужен environment plugin. И сейчас мы чуть-чуть остановимся на том, что такое плагин вообще. Плагин – это такая штука, которая может подключаться на разных стадиях компиляции и что-то делать. Более подробную информацию об этом можно найти в документации, если пройти в секцию API plugins внизу. Вот. Тут кратко рассказано о том, что такое плагины, как влезать в процесс компиляции. Сейчас нам, пожалуй, это не понадобится. Важно, что плагинов очень много и что VPEG – это безумно модульная штука, которая позволяет плагинам делать практически все, что угодно. В частности, в данном случае, environment plugin будет передавать в итоговый код наши переменные. Через некоторое время мы вернемся к этому коду, а пока давайте продолжим его использование. VPEG.environmentPlugin VPEG экспортирует большинство плагинов, поэтому так можно и сделать. И здесь я могу передать те ключи окружения, которые хочется сделать доступными клиенту. Например, node.env Тут же можно, конечно, указать и другие переменные окружения. Например, user, какие-то еще. Или просто взять все ключи объекта process.env, как мы захотим. А сейчас запускаем VPEG. Node.env равно... Давайте, development. VPEG. Ну вот. Оно зависло, потому что watch true. И глянем вот сюда. И здесь мы увидим, смотрите, в исходном коде, было вот так вот. А здесь вот так. То есть VPEG мало того, что подставил значение node.env.development сюда, но и произвел вычисление получившегося выражения. В простых случаях VPEG это умеет. Давайте для наглядности я сейчас сделаю еще alert.env.user. Мы же user тоже вынесли в клиент. Пересобираю. И смотрим сборочку. О, вот. У меня сейчас user называется learn. И оно подставило его имя сюда. Так, а теперь внимательно посмотрим на еще один пример. Я VPEG запущу без node.env. Ну-ка. Видите warning? Потому что переменной нету. Если посмотреть сюда, то тут тоже что-то не совсем то, что мы хотели бы. Ведь если взять нашу сборку, то у нас используется константа node.env, которая равна process node.env, если есть, а иначе development. Соответственно, чтобы использовать ту же логику здесь, а именно передавать в клиента именно вот эту переменную, а не свойство process end, нам понадобится немножко другой плагин. Давайте вернемся к коду environment плагина. Вот он. Environment плагин внутри себя использует define плагин. Именно define плагин занимается тем, что может произвольные значения из сборки передавать в клиент. А environment плагин просто обертка над ним, которая передает, вот видите, свойства process end. Соответственно, в данном случае мы define плагин используем напрямую. Webpack define плагин. И здесь напишем, что node.env мы хотим передавать как есть. Теперь я возьму и в welcome, это уберу. Оставлю просто node.env. Пересобираем. И вуаля. Но не совсем. Смотрите внимательно. Сюда попала та строчка, которая была в переменной. То есть у нас node.env была development. Именно строка development, как есть, сюда попала. Нам-то нужна вот такая вот строка, правильно? Нам нужно значение. Что же это очень просто. Именно с этой целью добавляют JSON stringify. Теперь, если мы запустим сборочку. Вот. Оно обновилось, пересчиталось. И все получилось как надо. Конечно, это не единственное применение define плагина. Например, можно передавать переменные. lang язык сборки, чтобы клиентский JavaScript мог соответственно форматировать сообщение. Причем обратим внимание, не так вот голое значение, а в кавычках нужно. Или, если это из какой-то переменной окружения берется, то тоже JSON stringify. И так далее. Любые константы, которые специфичны для данной конкретной сборки JavaScript. Продолжение следует...